Вы причем что-либо при себе имеете? Ну, наркотики есть, по-моему. Какие? Точно не знаю. Откуда у вас эта коробка с наркотиками? Мне, я говорю, брат ее дал, я понес. По-моему, надо ее было отвезти на почту и отправить кому-то. Именно посредством почты и транспортных перевозок на протяжении почти года четверо молодых людей отправляли синтетический концентрат для приготовления курительных смесей в разные регионы России. В ходе наблюдения за ОПГ за месяц оперативники изъяли четыре посылки с девятью килограммами наркотика. На территории Самары его передавали потребителям также бесконтактным способом путем закладок. Сначала они занимались просто закладками, тайниками. То есть создавали тайники, закладывали. Потом решили создать свою группу и заниматься самостоятельно. Взяли кредит в банке два миллиона. За месяц этот кредит у них, они его вернули. Доход от преступной деятельности пока не установлен. Известно, что расфасовывали наркотик на съемной квартире, на которую у студентов также хватало денег. Об опасности товара, которым торгуют, юные наркодилеры знали. Маска для клея вам. Ну, чтобы у нас не попадал. Ну, чтобы никакого эффекта отрицательного не было. То есть вызывают привыкание? Не знаю, ну что. Как бы самому это употреблять. В общей сложности у задержанных изъяли более 20 килограммов наркотиков. Его оптовая цена более 43 миллионов рублей. Сейчас трое из них находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по статье о приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Всем задержанным грозит длительный тюремный срок. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.